МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, ребята! С вами я, ваш единственный неповторимый беззублый сплейщик. И сегодня, ребят, я вам расскажу про одного очень-очень хорошего человека, который вот буквально на днях ушел из жизни. Сегодня это был последний мужик, наш дворовый из наших мужиков, который тоже ушел из жизни, мог бы, конечно, еще пожить. Очень жалко мне этого человека, ребят, потому что я с ним прожил с самого детства, я знал его с самого детства. Очень хороший был мужик. Причем у нас все мужики во дворе были хорошие, но этот был вот как-то самый главарь, самый главный в нашем дворе. Это был батя наш, короче, это был наш батя дворовый. Разрази мне гром, ребят, даже не могу поверить, что его больше нет. Я думал, что он бессмертный, что он вообще никогда не умрет. Это ж был... Ой, кошмар. Ну, смотрите, ребят, салага со щитом бегает. Я, короче, поставил специально этот видеоряд из КС, чтобы, ну, чтобы как-то было бы... Было бы вам меня удобно слушать там и что-то смотреть, чтобы мне было удобнее говорить, потому что говорить, конечно, тяжело, когда хороший человек уходит из жизни. Да, ну, тем не менее, ребят, что вспомнить... А, кстати, это был Калейкин отец. Помните, когда мы... Прошлое мои видео, если кто-то из вас смотрел, я помню, рассказывал. Любитель выпить водки дядя Саша. Ну, для нас, конечно, он был дядя Саша в первую очередь. Он был наш такой... Хозяин-охранник нашего двора. Такой был высокий тоже, здоровый, крепкий мужик. О, смотри, смотри, заложника забрал салага. Ну, иди, может, тебе твой зад ещё не продырявить, блин. Да. А, ну, а кличку-то Калейкин отец, ребят, я же рассказывал. Дядя Саша, он очень любил собак. Да он вообще, он любил всё. Он любил людей, он любил животных, любил природу. Помню, мы с ним в детстве часто воевали, когда мы что-то там ветки ломали. Помню, у меня был друг. Ну, мы с ним ветки ломали, там, типа, на мечах сражались. Он нас, видишь, нагонял. Ох, вы зафранцы деревья ломаете. Вот попробуйте себе руку там отломать или палец, или что-то в этом роде. Вам будет так же больно, так же и деревья больно, и всё такое. Ну, в общем, любил он природу. У него было. Сколько себя помню. У него за свою жизнь было на миллион собак. Разрази мне огромное. Тогда сначала у него была одна собака, а она родила собаков-инвалидов. Ну, я помню, рассказывал. Одной там были ноги, Скрэйшен, это другой тоже были. Ноги там, лапы переломаны, всё такое. Так он их не бросил, он их выходил, он за ними ухаживал, всё такое. И вот. Ну, и поэтому мы ему дали кличку Калейкин отец. То есть, ну, собаки-инвалиды, то есть, ну, Калейкин отец. У меня был Макс, он и сейчас есть. Макс, мы тоже, я про него рассказывал. Такой высокий, здоровый, двухметровый друг у меня. Мы с ним, короче, любили всем клички в нашем дворе давать. И вот мы, короче, дали дяде Саше кличку Калейкин отец. То, что собаки у него инвалиды. Ну, а жена у него была, Нина, Калейкина мать. То есть, Калейкин отец, Калейкина мать и всё такое. Ой, блин, аж мне, знаете, вот... Тяжело, конечно, об этом вспоминать, но это весело. Ой. Да, ну и вот так вот получилось, что... Ну, понимаете, ребят, он пил, он пил очень, ну как, немного. Я же вам рассказывал, у него в кармане всегда была бусылка водки. Такая небольшая, помню, в детстве ещё. Он к нам подойдёт. Он любил вообще с молодыми. Он вообще любил со всеми общаться, со всеми. Он, как моя мама любила говорить, как она сказала, она... В поминках она сказала. Он с детьми был сам ребёнком, с молодёжью он был молодым, а со стариками он был стариком. То есть, он находил подход абсолютно ко всем. Он общался со всеми, он любил всех. И вот поэтому он был такой, как бы... Ну, неповторимый индивидуальный человек. То есть, он был такой, какой он есть. Общался со всеми, никем не брезгал, так сказать. Любил животных и так далее. А помню, в детстве, ребят, господи, это было такое счастье, когда он нам штангу подарил. Ну, как в детстве. Мне, наверное, было сколько? Лет 14 или 15. Там, с Максом, помню, кто-то ещё был. Он нам подарил огромную штангу. Я этого, блин, никогда не... Она у меня почти сейчас ещё сохранилась. Как память о нём. Постой, я слышал что-то? Вот это такое счастье. Потом какие-то нам гантели дарил. Вечно там какие-то нам подходил, там анекдоты рассказывал. Вечно смеялся. Вечно был весёлым. Ребят, ему было почти 80 лет. Понимаете, я когда об этом узнал, я думал, что ему вообще максимум около 60, даже меньше. 50. Настолько он хорошо выглядел. И поэтому, когда я узнал, что ему было почти 80, когда он умер, я просто в шоке был. Ребят, как так? Это же... Ну, прекрасно выглядел человек. А представляете, ребят, если бы он не бухал, сколько бы он прожил, то на лет 200 бы точно разразил меня гром. Такая генетика была сумасшедшая у человека. Так он выглядел хорошо. При том, что каждый день он пил. Кошмар. Ну, несмотря на всё это, ребят, я очень его любил. Нас так он был. Мужик классный. Он был, как Юра, блин. Такой же большой, такой же здоровый. Но он был всегда позитивный. Всегда весёлый. Понимаете, ребят? И поэтому я вам всегда говорю, ребят, будьте вы добрыми, будьте весёлыми и не употребляйте алкоголь. Тогда у вас в жизни вообще будет всё... О, смотри, улетел как салага, блин. И... Даблкил, блин. В башку получил свинца, блин. Ну, чё, блин? Ты конченый. Разрази меня гром. Да, и вот поэтому, ребят, как соседка одна сказала на похоронах, двор наш без дяди Саши опустел. Потому что он каждую весну убирал наш двор. И мы ему помогали, молодые. И вот, что касается, ребят, показывать правильный пример. Дядя Саша показывал правильный пример всем. Он всегда подходил к нам, когда мы там отжимались на брусьях, подтягивались на турнике, занимались его штангой. Он подходил и говорил, молодцы, ребята. Уважаю спорт, силовуха. Молодцы. Он вечно жал нам руки. Рассказывал свои знаменитые анекдоты, которые он придумывал, по-моему, сам. Потому что я оригинал больше нигде не слышал. Скорее всего, сам их, что ли, придумал. Такие смешные, классные анекдоты. Чёрт, он ушёл. Вечно мы посмеёмся, поразговариваем. Он нам свои безумные истории из детства, то есть, ну, и со своей молодости рассказывал. Как просто классно. О, смотри, стрелять. Да ты заложника убил, придурок, блин. Ну ты конченый, от свечой. Тебе нужно свинцом за это накормить. Ну, блюдок, взял заложника, убил. Вы это видели, ребят? Кусок говно конченного, блин. Кончита Мария Алонсо. Ну ладно, неважно. Так вот, ребят, коллегам отец, дядя Саша был. Классные анекдоты. Вечно дарил людям позитив, радость. Вечно был весёлым таким, жизнерадостным. И где он только не был, ребят. Сколько он нам классных историй рассказал. Он и во Вьетнаме был, и в Таиланде был, и в Америке был. Короче, он был везде, даже в Китае, и в Японии. Ну, в общем, по всему миру поездил. У него, короче, знаешь, работает в авиакомпании, стюардесс. И у него муж сам, лётчик. Они там познакомились, поженились. Тоже хорошие люди такие, классные. Очень я их уважаю. Позитивные, понимаете, люди? Позитивные люди. Это классно. Они своим позитивом другим, как говорится, позитив дают. Это хорошо. Поэтому, ребят, будьте всегда добрыми, доброжелательными. И дарите людям радости, позитив, как это делал у коллега отец, дядя Саша. Его все родственники, его жена, его дочь хорошая, муж её. Так вот, ребят, они его брали, куда только не попадет. То есть, по всему миру он объездил, дядя Саша. И потом рассказывал все эти классные истории нам, молодым. Да и вообще всем. У него весь двор был его с друзьями. Это была наша такая огромная семья. Наш двор, это целая семья огромная. И когда кто-то умирает, мы вечно провожаем его в последний путь. На похороны, на поминки. Вспоминаем всё хорошее про этого человека. Так что вот так, ребят, и нужно жить. Как говорится. Да, ну а что касается тренировок. Дядя Саша, во-первых, сам всю жизнь тренировался. Это потом он уже, как говорится, ближе к старости начал бухать. Что, конечно, очень жаль. Потому что если бы он не бухал, ребят, это, наверное, бы точно был бессмертный человек. С такой-то сумасшедшей и мощной генетикой. Разрази меня гром. Просто невероятно. Да, о таком отце, как дядя Саша, наверное, можно только мечтать, ребят. Я часто об этом задумывался, думаю, был бы у меня такой отец, как он, наверное, классно бы было. Просто здорово. А, так вот, ребят, помню, когда он нам штангу подарил. Да, главное, абсолютно бескорышно, бесплатно. Нате, ребята, штангу вам, занимайтесь там, качайтесь, занимайтесь спортом, силовухой. Я это все уважаю. Мы просто в восторге были. Мы эту штангу, блин, в течение месяца вообще без остановки поднимали, там, вжали на грудь, там, вверх на бицц, там, приседались и все такое. Это было такое удовольствие, такой подарок получить. Это просто, я не знаю, я просто на седьмом небе был отчасти, как и Макса, как и все остальные друзья, которые любили силовуху в моем дворе, в нашем дворе. Наши кореша. Потом, через некоторое время он нам еще какие-то гантели подарил, это тоже был такой прям, такая радость, блин, для нас, для пацанов, которые любят все это дело, там, качаться, заниматься, силовухой, там, все такое. Поэтому, ребят, настолько был бескорыстный человек, и денег, блин, давал всем направо и налево, и даже и говорил, вот, на тебе, и даже можешь не отдавать вообще, забудь об этом и так далее. Сколько раз моей маме помогал. Да и нам-то же вечно что-то купить, там, сладости, там, пожрать что-нибудь, там, хавчик, все такое. Ну, понимаете, ребят? Я не знаю, я таких людей, блин, больше в жизни не видел. Ну, как и Юра тоже. Юра был тоже такой здоровый, хрипатый. Ну, Юра это был Юра, а Сашка это был Сашка, это тоже были разные люди. Сашка, мне кажется, был вообще самый классный мужик, которого я вообще в жизни своей знал. И поэтому так жалко, что его больше нет с нами. Двор наш опустел, это действительно так и есть. Постой, я слышал, что ли? Помню, каждую весну эти субботники, как традиция уже у нас была, ребят, каждую весну дядя Саша с граблями, мы за ним. Такая команда, блин, весь двор ощущали, красоту наводили, блин, все соседи были в восторге. Говорили, вот, Сашка, молодец, блин, молодежи показывает правильный пример. Конечно, правильно, ребята. О, смотри, ну чё, салага, не спас, блин. Твои, блин, куриные мозги все еще буксуют. Да, ну эти, конечно, его анекдоты, это было нечто. И все эти его истории, там, как он там во Вьетнаме там был с китайцами, там, с корейцами разговаривал, там, угорал над ними. Желтопузы, а, ребят, сейчас я вам про желтопузы, желтопузы расскажу. Подходит такой к нам водки такой, выпей такой. Сейчас, ребят, про желтопузы, про корейцев вам расскажу. Я начинал там, я уже, правда, не помню, ребят, простите, много времени прошло. Почти, блин, 20 лет. Я бы вам, конечно, рассказал. Ну, просто, ну, все не упомнишь. Он столько нам всего рассказывал, интересного. Я просто помню вам, как начинал. О, ребят, сейчас про желтопузы. О, сейчас про американцев вам расскажу. Про этих, там, любителей пожрать гамбургеры, там, про этих. Про толстяков сейчас вам расскажу. Или, там, про японцев, про корейцев, там, про китайцев, блин. Про кал-то там еще. В общем, ну, здорово было. Поэтому это такая вот прям, так обидно, что этого человека больше нет с нами. Вечно, я никогда его не видел, чтобы он был грустным. Он вечно улыбался, вечно смеялся, вечно пытался развеселить остальных, чтобы никто не, это, там, не скучал, там, не унывал, чтобы люди радовались, радовались жизнью. Он сам очень жизнь любил. Кстати, как и я, он ненавидел черный цвет, он всегда ходил в ярком, в белом, там, в красном, в синем. То есть, я, ребят, тоже. Черный цвет, это, это унылый цвет, понимаете? Это цвет похорон, цвет смерти. Поэтому я его просто терпеть не могу. Дядя Саша тоже его терпеть не мог. И я считаю, что это правильно. Нужно любить, ребят, яркие цвета, которые, знаешь, от которых радуешь, радуешь жизни. В которых ты светишься, сияешь, сияешь, как говорится. Ну, яркий цвет, он всегда радостный. А черный, он какой-то унылый. И поэтому я этих готов... Сейчас, правда, не знаю, но раньше это была, это мода-то, эти готы-то были. Я этих готов, блин, терпеть не могу. Настолько они унылые люди, в этом черном, блин, ходят во всем. Унылые куски говна. Больше, блин, сказать ничего не могу. А вот Калейкин отец, блин, дядя Саша, он был всегда яркий. Всегда какие-то ярко-желтые, там, ярко-красные майки, там, ярко-синие, там, и так далее. В черном никогда его не видел. И правильно, просто ненавижу этот цвет. Унылые, блин. Так что, ребят, носите яркое, будьте красивы, будьте яркими. Дарите позитив людям, радость. И поддерживайте людей, помогайте людям. Это самое главное в жизни. Вот чем у меня дядя Саша Калейкин отец, блин, научил. Калейкин отец, блин, не могу. Надо же было такое придумать, Калейкин отец. Да. Ну а что, салага, получил кишки, ой, свинец кишки. О, смотри, с петушком бегает. Петушок бегает с петушком. А, блин, смотри, что уже твоих друзей всех положили, да? Ну сейчас ты услышишь, как пуля в твою башку, блин, врежется, и ты умрёшь. Да, ребят, ну что ещё сказать. Очень сложно нам поверить, когда человек, которого ты знал столько времени, так внезапно уходит из жизни. Да ещё к тому же и хороший человек. О, смотри, ну чё, вот мы и встретились. Вот ты и сдох. Кусок говна. Понимаете, ребят, когда плохой человек уходит из жизни, ну как бы, ну вот было, ну нет его, ну и чёрт с ним. Поэтому, а когда хороший человек уходит, тут, как говорится, уже очень тяжело в это поверить. Особенно его родным, особенно его близким. Сколько было классных и хороших, тёплых слов сказано на поминках. А это всё правда, ребят, это ничего было не наигранное. Так и есть, ведь настолько он был... Настолько он всё оправдывал, то, что про него говорили, про дядя Сашу. Он действительно был человеком с большой буквы. Чёрт, он ушёл. Неунывающим человеком хорошим, с большой буквы, который всем дарил только радость, позитив и счастье. Одним своим общением, ребят, понимаете? Помню, к нам подойдёт, блин, как начнёт эти свои анекдоты травить, начнёт свои уйти рассказы. Мы, блин, у нас рот до ушей. Ну так любили, когда он к нам подходил. Помню, блин, мог спокойно достать там рубли 100-200. Нате, ребят, купите себе что-нибудь там сладкого там, вкусненького и так далее. Ну, понимаете, очень такой добрый и бескорыстный был человек. И мне кажется, именно поэтому он так хорошо выглядел и прожил столько много лет. Даже то, что он бухал, прекрасно выглядел, ребят. Потому что душа всё-таки, если душа у человека добрая, хорошая, то он и выглядит хорошо. Поэтому, ребят, не будьте вы злыми, не будьте вы корыстными, не будьте вы завистливыми. Будьте вы добрыми, хорошими. Помогайте людям, поддерживайте людей. И самое главное, ребят, не обращайте внимания на говно. Вот на это вот говно, которое живёт в своём говномире. Которое всем говнит, всем этим... Как говорится, всеми своими действиями старается человека унизить. Старается его приунизить, там, оскорбить и так далее. То есть, ребят, не обращайте внимания на говно. Пусть оно живёт отдельно там в своём говномире. Для вас его не должно существовать. Главное, вы живите честно, добросовестно, радостно. Дарите людям радость, позитив и так далее. Поддержку, помогайте людям во всём. А на говно, ребят, не обращайте внимания. Пусть оно существует там, плавает в своём говноболосе и так далее. Не обращайте на этих гнилых людей никакого внимания. Главное, сами будьте человеком. Хорошим, добрым и позитивным. Как дядя Саша был. Я его, ребят, никогда не забуду. Это был великий человек, который вечно делал добро, помогал людям. Никогда никого не... А, ребят, помню, короче, он же любил природу, дядя Саша. Любил там деревья, ну, в общем, любил природу. И животных очень любил. И помню, когда в нашем дворе стали вырубать кусты и деревья, типа того, что, ой, Света мало, нужно вырубить деревья, вырубить кусты, чтобы было светом побольше. Так он за этими, кто вырубал кусты, он, блин, за ними с супором, блин, бегал, орал. Я вас сейчас козлов всех зарублю, если вы посмеете эти кусты и деревья срубить. То есть, ну... Настолько он любил природу, любил животных. Помню, когда какое-то животное умирало, или там, помню, машину... Сбила машина собаку. Так он рыдал, он просто, понимаете, он так плакал, что... Порой так человеку не жалко, блин, как животного. Помню, он так рыдал, так плакал, что прямо, ну, аж сердце, блин, сжималось. Понимаете, настолько он любил животных, настолько он любил природу, любил людей. И поэтому, ну... Не знаю, очень был хороший человек. Так вот сейчас, даже, знаете, ребят, как-то странно выглянешь в окно, а дядя Саша, блин, нет. Он постоянно был здесь, постоянно был во дворе. Я помню, когда он ездил куда-то или ходил на какие-то важные там совещания, он же тоже бизнесменом был, деловым, всё. Вечно его на нём костюм такой белый, белоснежный, с красным галстуком, идёт по дворе, блин, по двору по нашему. Такой мужик, блин, как будто, знаете, какой-то иностранец, блин, деловой, приехал там, директор какого-то, блин, не знаю, супер, там, магазина по спортивному питанию, там, или по тренажёрному залу и так далее. Ну, вы знаете, я обычно с этим сравниваю, потому что я это всё люблю. Такой элегантный мужик, блин, серьёзный, идёт такой по двору, блин. Но в то же время улыбался всегда, со всеми поздоровается, со всеми подойдёт, пообщается, блин. Весь двор его любил, и весь двор был в шоке, блин, когда узнал об этой новости, что дядя Саша умер. А как так? Да этого не может быть! Этого не должно было быть! Я иду сражить заложника! Ой, ну что ж делать, ребят, жизнь такая. Как его дочка говорила на похоронах, она говорила, где бы только мы его не возили, и в Вьетнаме, и в Китае, и в Таиланде, везде. Пап, только ты не пей, только вот давай вот отвлекись, что. Ну, он, как она сказала, он сам распорядился своей судьбой. Что ж делать? Ну, зато всё равно он прожил классную жизнь, я считаю. Занимался спортом, помню, дочка его рассказывала, помню, говорит, посадит меня на горбушку и отжимается, говорит, от пола. Да ещё, говорит, и с хлопком, блин, вот это мужик, блин, реально был классный. Зато дядя Саша никогда не курил и вообще не любил. Вот он говорит, ребята, никогда в жизни не курите, это самое страшное вообще, что может быть. Никогда себя не убивайте. Ну, что касается алкоголя, он считал, что, как он говорил, Пепси, у меня Пепси в кармане. Это меня, это, вот, говорит, моё лекарство, Пепси. Я, говорит, вообще лекарства не пью, только Пепси, говорит, пью. Ненавидел он врачей, не ходил к ним вообще никогда. Хотя, ребят, честно вам сказать, я тоже врачей, блин, ненавижу, потому что хороших специалистов раз-два я по пальцам перечитать, раз-два я обчёлся. Одни шарлатаны, блин, вокруг, разрази меня гром. Так что, ребят, врачей я тоже не люблю. К тому же, у этих врачей, оказывается, как я узнал, у них, короче, договор с аптеками, приходит к ним человек, они ему выписывают те лекарства, как можно дорогие, дают ему это всё, список этих лекарств, он идёт в аптеку, а она уже туда звонит, эта скотина, и говорит, так, всё, я ему дал список лекарств, которые подороже ты ему продаёшь, а мы делим деньги. То есть, понимаете, ребят, какие эти врачи всё-таки гнилые, скоты и ублюдки. Это я не знаю, как даже их назвать. Это конченые люди, ребят, которые на нашем с вами здоровье зарабатывают огромные деньги. А мы, блин, уши развесили и верим этим ублюдкам в белых халатах. Это оборотни, ребят, в белых халатах, как и оборотни в погонах. Ну, честное слово, ребят, на нашем здоровье, блин, деньги огромные зарабатывают. Скоты, блин. Поэтому, ребят, не доверяйте этим врачам, лучше доверяйте себе. Сейчас есть интернет, полно всякой информации, ребят. Залезьте в интернет, проведите своё собственное расследование, что вам лучше, что хуже, там, какие у вас боли, где болит. То есть, ребят, лечитесь сами, проводите самоанализ, как говорится, самолечение. Это будет лучше. И, ребят, что самое главное, я вам скажу, я же как любитель тренировок, ребят, приседайте со штангой. Приседание со штангой это лучшее упражнение вообще всех времён и народов. Это целебное упражнение. Оно поможет вам похудеть, поможет вам убрать боли в суставах, если, конечно, вы будете правильной техникой его делать. Я в следующем видео расскажу вам про приседания, ребят. Просто сейчас как бы тема не об этом, но я хочу вам сказать, чтобы, как говорится, что у вас интерес появился. мое следующее видео посмотреть. Потому что, ребят, приседания это лучшее упражнение вообще, которое существует в мире. Очень классное упражнение. О, смотри, салаги. Да. Ну, а что касается дяди Саши, ребят, я вам ещё раз говорю, это был человек с большой буквы. Смотри, смотри, блин, движет такой. Чё думаешь, дробовик, что ли, взял крутым, что ли, стал? Ну, крутые только яйца. Вот ты и сдох. Ой, а, помни, ребят, с детства я вам, когда начал рассказывать, дядя Саша-то меня гонял за то, что я, например, ветку-то ломал. А потом, ребят, я так же полюбил природу, блин, так же полюбил животных. Ребят, у меня сейчас дома живёт пять кошек. А раньше было и больше, потому что штук десять, блин. Плюс мы с мамой дворовых всех кошек кормим там. И вообще, какую-нибудь, какую-нибудь кошку нам занесёт левую во двор, мы её кормим там, даже некоторых домой забираем. Ну, сами понимаете, всех, конечно, не прокормишь. И поэтому мама говорила, что ты, Сашка, когда они с Калекиным отцом встречались, она говорит, а ты, Сашка, собачник, а я, говорит, кошатница. Это правда, ребят. Я тоже, я очень люблю животных, люблю природу. И главная заслуга этому, это, конечно, дядя Саша. Он меня научил всему и животных любить, и природу любить, и тренировки в какой-то степени тоже. Я пойду с вами. Потому что, видишь, там он подходил. Чё, пацаны? Антох, Антох, сколько жмёшь, сколько жмёшь, блин, подтягиваешь, там, молодёс, там, руку, свою гигантскую руку, блин, мою руку жал. То есть, так радовался за нас, что мы вот такие вот не курящие, не пьющие, занимаемся спортом. Самое главное, ребят, это было видно, что он действительно рад этому. Такое, знаете, неподдельное чувство радости у него было. Потому что сразу же видно, когда человек, знаете, так, ну, выпендривается, нога, заливает, как говорится. Вроде бы он за тебя рад, а сам думает, господи, да что ж ему так везёт, то что же он не пьёт, то не курит салага. И всё такое. А у дяди Саши был не такой абсолютно. Он, если радовался, то это была искренняя радость. Ребят, понимаете, он искренне радовался за всех. Радовался успехам других. Сам любил жизнь. Говорю, что все её любили и жили, как говорится. Поэтому, ребят, очень жалко этого человека. Александр Леонидович. Я его никогда не забуду, он всегда останется. Потому что, ребят, люди, если мы о них помним всегда, они живут с нами всегда. Они, как говорится, бессмертны благодаря нашим воспоминаниям о них и так далее. Так что, ребят, если у вас, кажется, не приведи Господь, конечно, но когда уходит любимый человек, уходит из жизни хороший человек, главное, вы о нём помните, ребят. И он будет жить вечно с вами в вашем сердце. Никогда о нём не забывайте. Всё будет хорошо. Он будет всегда с вами, всегда рядом с вами в вашем сердце, в ваших воспоминаниях о нём. К тому же, если это был хороший человек, нужно помнить о нём всегда и всю жизнь. И рассказывать своим... Задёргался! Ну чё, блин? Цормозной, что ли, ублюдок? Поэтому, ребят, о хорошем человеке нужно вспоминать, помнить всю жизнь. И рассказывать о нём людям, другим, своим детям, своим потомкам, чтобы они тоже о нём знали, о нём помнили. Вот так вера о человеке, о хорошем, она и живёт вечно. В его потомках, как говорится. Ну что ж, ребят, вроде бы всё, что хотел я сказал, всё, что вспомнил, потому что столько прошло времени, и в моей жизни тоже было столько событий и столько людей, что, ну, как говорится, всего же не упомнишь. Я вот единственное, помню эти моменты, когда дядя Саша подходил к нам, разговаривал постоянно, свои о негдоте рассказывал, любимый, хохотали мы с ним, потом вот эту вот штангу он нам подарил, это вообще был самый счастливый день в моей жизни, наверное, когда он нам эту штангу подарил. Я прям, я прыгал, блин, от счастья, блин, до седьмого неба, что у меня есть штанга. Потом гантели подарил, эти субботники наши, блин, каждую весну. Мы же, блин, он же весь двор убирал, и мы вместе с ним, глядя на него. Наш двор был всегда самый чистый, самый красивый, и вообще самый такой, самый лучший, благодаря ему, потому что он очень любил чистоту животных, видишь, что там видит, видит, например, кто-нибудь с собакой идёт, ему на встречу там, да или просто он со своими собаками гуляет. И другие там, другие, например, с собакой Любы тоже гуляют. Он вечно подойдёт там, собаку погладит там, с этим, с хозяином поговорит, что-то посмеётся, блин, вечно там, что-то ему расскажет, блин. Ой, я не знаю. Какой же всё-таки хороший мужик был дядя Саша. Колейка на тес, блин, это вообще своих, блин. И самое-то главное, он, он, у него же ещё, он там куда-то ходил в какой-то приют там, для животных, кормил собак там, кормил, ну, то есть кормил животных, готовил им сам. Готовил им такую еду, блин, что и люди-то не едят такой, такой шикарной еды-то никто. Какую-то там картошку с мясом там им наварит, там мясо там, всё такое. Собак придёт, накормит. Я помню, буквально за день до его смерти они с моей мамой встречались. Ну, они с ним, они, вообще, моя мама с ним, они с самого детства здесь живут, они знакомы с самого детства. Она была знакома с его сёстрами, с его там, с его родителями, с его, ну, в общем, с роднёй с его, была знакома, хорошо. Вот, они буквально за день до смерти с ним встретились, разговорились, он говорит, вот, сходил, сейчас собак покормил. Ну, мама ему спрашивает, о чём спрашивает его, о чём собак-то покормил? Он говорит, ну, наварил, говорит, там картошкой там, с мясом, всё. Она говорит, ну, ты даёшь, Сашка, так даже люди, блин, не едят, как ты собак кормишь. То есть, очень он любил животных, собак, собак особенностей. У него самого, блин, за всю мою жизнь, сколько я его знаю, блин, я его знаю, блин, с самого детства. Почти, блин, 30 лет я его и знаю. Столько у него. Сначала вот эти вот у него собаки-инвалиды были, потом уже более-менее нормальные. Ну, то есть, он какую-то собаку видит, такую он себе и забирал домой. То есть, у него, блин, дома был сам приют для животных. И кошки, и собаки у него были, и попуга, и птица там, господи, кого только у него не было. А, дочь тоже у него очень хорошая женщина, стюардессой работала. Муж у него летчик, они с ним также и познакомились, живут. Ну, к сожалению, блин, детей у них нет, как-то вот бог детей не дал. Ну, ну, видно же, я считаю, ребят, я считаю так, что какие-то дети там, что-то такое, все говорят, там, вот, детей нет, там, где-то плохо. Я считаю, что главное, чтобы люди были счастливы. А это уже все, как говорится, второстепенно. И они вот счастливы, они любят друг друга, и все. Это самое главное, ребят. Это самое главное, найти в жизни настоящую любовь. Пускай там у вас детей, там нет семьи, но вы любите друг друга, это главное. Я считаю так. А это уже, как говорится, все будет. Всему свое время, ребят, как говорится. Да. Ну что, салага, бежишь со Штейром, да? Слушай, ты мне надоел, а сейчас другого включу. Ой, что-то я сделал. Слушай, а где салага террористическая-то? Она что, блин, где-то засела, что ли, от страха? Скотина, блин. А, вот он, короче, ходит. Сейчас его завалят, ребят. Ой, господи, простите, ребят, только что позавтракал. У меня, блин, завтрак в час дня. Ну, сегодня выходной, имею право поспать. Да, салага, ну, слушай, ты давай уже что-то сделай. Ну, короче, лох ты, понятно все. Ну, ребят, это может продолжаться долго. Можно просто вот так вот сделать, и будет все круто. Да, ну, что ж, ребят, вот вроде бы и все, что я хотел вам рассказать про Калекиного отца, про дядю Сашу. Скажу вам, ребят, еще раз, не боясь повторяться, это был человек с большой буквы. Добрый, позитивный, отзывчивый человек, готовый всем помочь, в любое время прийти на помощь, поддержать, насмешить. Это, наверное, мне кажется, была его главная задача, блин, в жизни, насмешить людей. Очень любил готовить, кстати, вот, что я не сказал, дочь рассказывала его, что очень любил он готовить. Когда, говорит, приходили к нему гости, он вечно боялся, что они от него уйдут голодными, поэтому кормил всех на убой. Боялся, что не сможет накормить, хорошо, поэтому был хорошим поваром. И вообще, он был нашим батей, нашим батей нашего всего двора. О, смотри, хорошо попал в пришельца. Алиен, как будто пришелец, ребят, Алиен. И поэтому, ребят, мне очень будет его не хватать. Его этой красной куртки и синей, кстати, мы с ним похожи в выборе цветов. Я очень люблю красно-синий цвет. У меня даже, если заметили, логотип канала красно-синий. Это не просто так, ребят, просто я очень люблю это сочетание цветов. И белое, ну, красный, белый и синий, то есть флаг нашей страны, нашей России. Я большой патриот, люблю нашу страну, и поэтому люблю эти цвета, белый, красный и синий. И вот дядя Саша тоже, он любил красный, синий, ну, вообще он любил яркие цвета, любил белые, он очень любил в белом халате, в парадном ходить, ой, в халате, говорю, просите, ребят, в костюме парадном, в белом, таком красивом, с красным галстуком. Да, так вот в окно выглядываю, представляю, как он идёт, в этом костюме, в этих своих красных, или синих цветах. Да, чё это за ерунда, да вы это видели, ребят, эти босы на голову больные, блин, они заложников убивают, кретина, блин, конченая, блин, да вы конченые из конченых, ребята, кошмар, блин. В общем, ребят, очень будет на ней хватать батю нашего двора, это был батя нашего двора, был охранник нашего двора, как моя мама сказала. Поэтому очень странно, выглядывая в окно, не видеть там Сашку, Калекиного отца, дядю Сашу. Да, ну что же делать, ребят, жизнь такая, мы не можем жить вечно, люди уходят, рано или поздно. Вон, ты попал, дружище. Сейчас тебя тоже, блин, нашпигует свинцом. Ой, в жопе игноя, ну ты что, обосрался что ли? Ну, перед смертью это нормально, как я в Макс Пенни сказал. Да, ну что же, ребят, буду с вами прощаться, вроде все, что хотел, я сказал, погрустил, поностальгировал, ну просто я не мог про этого человека не рассказать, а то действительно, этот человек был с большой буквы, очень хороший человек, поэтому я должен вам рассказать о нем это память. О, черт! то же самое я говорю, знаете, когда я иду в туалет по-большому, ребят, после тяжелого приседа. Прошу меня извините, но так и есть, ребят, сами, если кто это делал, понимаете меня. Садишься на унитаз с этой адской болью в ногах. хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи он сказал. Его коронные фразы, блин, сколько жмёшь. А, ребят, про черножопову забыл рассказать, как же я мог-то. Короче, ребят, случай был в детстве. У нас появился какой-то чурка, ну, не буду оскорблять, не чурка, ну, не русский, короче, пацан появился. И что-то, короче, он, а он собак, что ли, не любил или что-то в этом роде. И, короче, что-то он там сделал, там, то ли пнул, то ли ударил собаку дяди Сашину. А он, короче, это увидел, спустился. А он что-то, я не знаю, что-то, я уже не помню, ребят. Что-то он с нами был в этот момент, этот черно... Ну, в смысле, этот нерусский пацан. И эту собаку-то обидел. Дядя Саша выскакивает такой, вы чё, блин, пацаны, блин, черножопова с собой привели, блин. Он тут собак моих обижает, он с животных. Черножопов и с животных, блин, не любит. Они шашлык, блин, из собак делают. Чё вы черножопова во двор привели, блин? Давай на нас, короче, ругаться. Черножопова привели, блин. Так смешно это звучало. Ну, чё, говорит, ребят, черножопова с собой привели. Вот, короче, тоже был случай, про который я... Хорошо, что я вспомнил, хоть рассказал вам о нём. Черножопова привели. И вот, когда мы недавно с Максом-то переписывались, точнее, не недавно, а в тот день, когда он, когда я узнал-то о его гибели, я в это не мог поверить долгое время. Думаю, да этого не может быть, это какая-то ошибка. Вот, потом захожу в контакт, смотрю сообщение от Максом, говорит, а он тоже коллеги-отец его называл. Ну, это, понимаешь, это нормально просто, это с уважением и так его называли. Кличка это его была. Он говорит, слушай, говорит, Антох, я, говорит, слышал, что коллеги-отец, говорит, умер, говорит, а чё, говорит, случилось? Я говорю, ну, вот так вот сердце отказало и всё такое. Он, говорит, ну, его, говорит, коронные фразы, блин, такие, как сколько жмёшь, блин, пацаны, сколько отжимаешься, черножопова привели, говорит, но всегда, говорит, останутся в нашей памяти. Я говорю, да не только Макс эти выражения, всё, сам он останется в нашей памяти. Потому что видишь, что он был яркий, красивый, позитивный, блин. Сразу бы я не подумал, что столько лет ему, я поэтому и удивился, говорю, совсем молодой мужик был, как он мог умереть вот так рано? А потом-то, ребят, узнаю, что ему 79 лет было, представляете? Почти 80 лет, а он так классно выглядел. Я вам отвечаю, ребят, он так классно выглядел только потому, что он был добрым и хорошим человеком. Только из-за этого. Даже несмотря на то, что он бухал каждый день, хоть и помаленьку, там у него вечно в кармане было Пепси, это его Пепси, бутылка водки небольшой. Колейкин отец, блин, любите ли выпить водки, как в одном видео я сказал. Несмотря на то, что он бухал каждый день, он прекрасно выглядел, ребят, только потому, что он был добрым и хорошим человеком. И поэтому, блядь, будьте такими же, как дядя Саша, Будьте добрыми, будьте позитивными Дарите всем радость, помогайте всем И будет у вас все в жизни хорошо Ну и конечно же, ребят, не употребляйте наркотики Ни алкоголь, ни табак И тогда у вас в жизни точно Все будет просто прекрасно Все будет хорошо Да, ну что ж, ребят, буду с вами прощаться Вроде бы, теперь уж точно, вроде бы Все, что хотелось сказать, я сказал Да, и пришло время с вами попрощаться Ну вы знаете, ребят, как всегда Желаю вам всего только Ой, прошу прощения, ребят Позавтракал недавно, у меня же завтрак, блин, в час дня Только недавно, блин, проснулся Да Ребят, всего вам самого наилучшего Здоровья, счастья, удачи вам Не употребляйте наркотики, питайтесь правильно, ребят Занимайтесь, ребят Приседайте, будьте добрыми, позитивными Хорошими людьми Дарите людям радости, себе, своей семье И окружающим, то есть, ну, будьте Хорошим человеком, позитивным, как дядя Саша был Он научил меня в жизни одному Будь позитивным и добрым И побольше смейся И все будет хорошо И будешь хорошо выглядеть, и чувствовать себя хорошо И так далее Так что, ребят, будьте как коллеги на тесто Как дядя Саша Хорошими людьми, добрыми И все у вас будет в жизни прекрасно, да Ну, а я, ребят, прощаюсь с вами до следующего видео В следующем видео поговорим с вами о приседаниях Я расскажу вам об этом супер-классном упражнении Которое подходит абсолютно всем И девушкам, и парням Особенно девушке Девушке, не забывайте Приседания Они сделают вашу пятую точку просто отличной Так что не бойтесь приседать ни в коем случае Ну ладно, ребят, что-то я разошелся Буду вам рассказывать обо всем Обо... Фу, господи, прости меня, грешно Обо всем об этом в следующем видео Ну, а сегодня, на сегодня я прощаюсь с вами, ребят Всего вам доброго Как говорится Здоровья и счастья Удачи, ребят Ну, как говорится Пока, до встречи До новых встреч До следующего видео Пока, ребят До встречи Удачи вам всем Берегите себя и своих близких Счастливо Ху-ху Редактор субтитров А.Семкин